Четыре причины, по которым следует избегать разговоров о нападении на Эстонию и ее оккупации Логотип Четыре причины, по которым следует избегать разговоров о нападении на Эстонию и ее оккупации СТП Вилет Эстония, Март Раутсар Март Раутсар East News Value Stock Images В конце минувшей недели в эстонской прессе можно было увидеть позицию генерального директора Центрополитической конъюнктуры России Сергея Михеева о том, что с усугублением политического противостояния с Западом государства, граничащие с Россией, будут уничтожены и их национальная история закончится С начала украинского кризиса немногим более года назад мы слышали разнообразные похожие угрозы и прогнозы По моему мнению, их публичное тиражирование можно было бы сократить, по следующим причинам 1. Маргинальной или враждебной кампании нет смысла предоставлять трибуну В 90-е годы с гневными речами в адрес стран Балтии и Польши регулярно выступал в Госдуме Владимир Жириновский, в риторике которого свое место занимал ядерный шантаж Что, после этого разбомбили в Варшаву? Нет. Стоит еще учесть то обстоятельство, что по разным причинам некоторые депутаты парламента нашего восточного соседа чрезвычайно горячи, а их речи красочные и пестрят гиперболами Сравним это, например, с финскими депутатами, которые семь раз подумают, прежде чем что-то сказать Российская центральная власть использовала таких горячих деятелей для устрашения оппонентов, однако сама в своих публичных высказываниях всегда оставалась более сдержанной 2. Разговоры о нападении на страны Балтии Провокация, цель которой – посеять панику Не имеет значения, почему говорят о возможности агрессии против стран Балтии Плодами этого являются страх и неуверенность В подоплеке – то обстоятельство, что в прошлом страны Балтии подвергались нападению и бывали оккупированы Следя за крымскими событиями, мы должны сделать все от себя зависящие, чтобы предотвратить повторение похожих событий здесь Однако сценарий очередной оккупации стран Балтии – это не что-то такое, что было бы намечено в чьем-то календаре на определенную дату У России свои геополитические интересы, но у нее пока еще не хватает мощи вести несколько войн одновременно И мы знаем, что с экономикой у соседнего государства проблемы Кроме того, среди граничащих с Россией государств, увы, есть звенья слабее стран Балтии И нападение нельзя подготовить незаметно Это не произошло незаметно и на Украине 3. По историческим причинам страны Балтии остаются вне прямой сферы влияния России Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века Это можно понять, поскольку немногие в Москве могли предвидеть, что независимыми станут все бывшие республики СССР С выходом стран Балтии из СССР московская интеллигенция смирилась уже в конце 80-х годов Причинами особого статуса стран Балтии были их сравнительно длительный период независимости до Второй мировой войны А также американская политика непризнания оккупации этих стран То есть Россия не препятствовала интеграции Балтийских государств с Западом военными средствами Как делала это в Молдавии, Грузии и на Украине делают в Азербайджане Помимо того, после захвата Выборга и Кенигсберга Создание торговых портов близ Петербурга страны Балтии больше не имеют для России столь большого военно-экономического значения Как до Второй мировой войны 4. Предсказание может реализоваться Мы знаем, что слово имеет силу Неустанное повторение чего-либо может наконец воплотиться в объект Постоянные разговоры о слабости стран Балтии и сомнения в коллективной обороне НАТО В конце концов, подействуют на всех неврастянически и уменьшат нашу способность наводить страх В конце концов, коллективную оборону окончательно можно проверить лишь в реальной боевой обстановке Но войны с НАТО не хочет и Россия Иными словами, к разговорам о военном нападении на страны Балтии мы могли бы относиться Как к маловероятной возможности, научиться жить с ними, не делая номера из каждого слова Оригинал публикации Опубликовано 8 февраля 2015 года 10.56